Дорога к победе здесь не метафора. Каждая взятая позиция на ковриках приближает конкурсанта ко всероссийскому состязанию в Останкино, а после — к заветному месту в МГИМО. Крупающий человек должен иметь высокие моральные ценности. Юбилейная для региона десятая игра собрала 27 десятиклассников из Ульяновска и районов области, поставила перед ними непростые задачи из литературы, атомной энергетики и философии. Третий этап — сигнальные вопросы. Формула монета дезертирства. Формула. Формула. Вакуум оценили не только за его приверженность традициям, но и за его литературный талант. В своем житии он выводит своего рода формулу идеального общественного устройства. В чем же ее суть? Каждый год тема игр совершенно разная. Ребятам дается перечень литературы, перечень тем, которые будут в течение года озвучены. Этот год посвящен 400-десятилетию дома Романовых, избрания Романовых на царство. И все вопросы связаны именно с этим периодом. Это 16-17 века. Отбор строгий. Плавать нельзя. Зачтутся лишь уверенные ответы. Подготовка к состязанию длится не один месяц. Готовилась я на протяжении двух месяцев ежедневно по несколько часов. Это вообще очень долгая и трудная работа. Чтение литературы из разных сфер. Общество вообще 17 века. Для школьников сама возможность. Участие уже большая честь и награда за проделанные усилия. Такие умники среди одноклассников в почете. Когда я, получается, приезжала, собиралась приехать сюда на финал, меня вся школа провожала. Это было безумно приятно. Это так волнительно. И я безумно им благодарна. И пусть на игре не присутствует лицо программы Юрий Вяземский, уровень состязания оценивает его помощница, столичный ревизор Карина Князева. По традиции, кроме признанных жюри победителей, она отбирает еще одного-двух конкурсантов для федерального этапа. Шанс для тех, кто, на ее взгляд, растерялся, но сможет проявить себя в будущем. В этом году у меня был такой случай в Кубарде на Балкарии. Я взяла дополнительно ребенка в качестве призера и в итоге он стал победителем Олимпиады. Каждый участник, как водится, мечтает о победе. Но так ли важна титулованность, когда ты уже знаешь, какова скорость птицы, летящей на середине Днепра? Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73.